Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции Основы молекулярно-кинетической теории газа План занятий Первый вопрос Среднее значение кинетической энергии Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа Термодинамическая температура Второй вопрос Удельная теплоемкость идеального газа Третий вопрос Число степени свободы молекул Теорема о распределении энергии по степеням свободы Для вывода основного уравнения молекулярно-кинетической теории Рассмотрим одноатомный идеальный газ Предположим, что молекулы газа движутся хаотически Число взаимных столкновений между молекулами газа Пренепрежимо мало По сравнению с числом ударов о стенке сосуда А соударения молекул со стенками абсолютно упругие Выделим на стенке сосуда некоторую элементарную площадку Дельта С Ну, как на рисунке И вычислим давление, оказываемое на эту площадку При каждом соударении молекула, движущаяся к перфендикулярной площадке Передает ей импульс М0В минус скобки минус М0В И оно равняется 2М0В Где М0 это масса молекулы А Нью ее скорость За время Дельта Т площадки Дельта С достигнут только те молекулы Которые заключены в объеме цилиндра С основанием Дельта С и высотой В Дельта Т Число этих молекул равно Н Дельта С В Дельта Т Здесь маленькая Н это концентрация молекулы Необходимо, однако, учитывать Что реально молекулы движутся к площадке Дельта С под разными углами И имеют различные скорости Причем скорость молекул при каждом соударении меняется А для упрощения расчетов Хаотическое движение молекул Заменяет движение вдоль Трех взаимно перпендикулярных направлений Так что в любой момент времени вдоль каждого из них Движется одна треть молекул Причем половина молекул Одна шестой Движется вдоль данного направления В одну сторону Половина в противоположную Тогда число ударов молекул Движущихся в заданном направлении О площадку Дельта С будет Одна шестая Н Дельта С В Дельта Т При столкновении с площадкой Эти молекулы передадут ей импульс Дельта П равно Два М ноль В Одна шестая Н Дельта С В Дельта Т И оно в свою очередь равняется Одна треть Н М ноль В в квадрате Дельта С Дельта Т Тогда давление газа Оказываемое им на стенку сосуда Определяется формулой 1 То есть П равно Дельта П на Дельта Т Дельта С И остается у нас Одна треть Н М ноль В в квадрате Если газ в объеме В содержит Н молекул Движущихся со скоростями В один В два В н То целесообразно рассматривать Среднюю генетическую скорость То есть В квадрат равно Под корнем 1 деленный на Н сумма В и в квадрате Характеризующую Всю совокупность молекул газа Уравнение 1 с учетом 2 Примет вид В равно Одна треть Н М ноль В квадрат Выражение 3 называется основным уравнением молекулярно-кинетической теории идеальных газов. Точный расчет с учетом движения молекул по всевозможным направлениям дают ту же формулу. Учитывая, что концентрация у нас это n на v, получим pv равно 1 треть n m0 v квадрат или pv равно 2 треть n m0 v квадрат на 2. n m0 v квадрат пополам у нас равняется e, то есть это кинетическая энергия. То есть суммарная кинетическая энергия поступательного движения всех молекул газа. Так как масса газа m равняется n умножен на m0, у нас m0 это масса одной молекулы, то уравнение 4 можно переписать в виде pv равно 1 треть m v квадрате. Для одного моля газа масса равняется малярной массе. Поэтому pvm равно 1 треть m v квадрате, где vm это малярный объем. С другой стороны, по уравнению Коперона-Менделеева pvm равно rt. Таким образом, rt равняется 1 треть m v квадрат, откуда v квадрат, то есть средняя квадратичная скорость равняется 3 rt на m. Так как m равно m0 n-авагадра, где m0 масса одной молекулы, а n – это постоянная авагадра, то из уравнения 6 следует, что v квадрат равно 3 rt n-авагадра или 3 kt на m0, где k – это r на n-авагадра, то есть постоянная бортсмана. Отсюда найдем, что при комнатной температуре молекулы кислорода имеют среднюю квадратичную скорость – 480 мс, водорода – 1900 мс. При температуре жидкого гелия те же скорости будут, соответственно, 40 и 160 мс. Средняя кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы идеального газа равняется g на x0 0 равно g на n. Отсюда оно равно m0 v квадрат пополам, а это, в свою очередь, равно 3 n деленное на 2 kt. Пропорционально термогинамической температуре и зависит только от нее. Из этого уравнения следует, что при t равно 0, ε0 тоже равняется 0. То есть при температуре 0 kt прекращаются поступательные движения молекулы газа, а следовательно его давление равно 0. Таким образом, термогинамическая температура является мерой средней кинетической энергии, поступательного движения молекулы идеального газа. И формула 8 раскрывает молекулярно-кинетическое толкование температурой. Дальше будем рассматривать удельное теплоемкость вещества. Это величина, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 кг вещества на 1 кельвин, то есть c равно dqm dt. Единица удельной теплоемкости – это величина, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 моля вещества на 1 кельвин, то есть c равно dqm dt, где ν – это количество вещества, то есть масса, деленная на молярную массу. Единица молярной теплоемкости – джоуль на моль кельвин. Удельная теплоемкость c связана с молярной cm. Отношение cm равно cm, где m – это молярная масса вещества. Различают теплоемкости при постоянном объеме и постоянном давлении, если в процессе нагревания вещества его объем или давление поддерживается постоянно. Дальше будем рассматривать число степени свободы. Важной характеристикой термодинамической системы является ее внутренняя энергия. Энергия хаотического теплового движения микрочастиц системы – молекул, атомов, электронов, ядер и то и другое. И энергия взаимодействия этих частиц из этого определения следует, что к внутренней энергии не относится кинетическая энергия движения системы, как целого и потенциальной энергии системы во внешних полях. Внутренняя энергия – однозначная функция термодинамического состояния системы. То есть в каждом состоянии система обладает вполне определенной внутренней энергией. То есть она не зависит от того, как система пришла в данное состояние. Это означает, что при переходе системы из одного состояния в другое изменение внутренней энергии определяется только разностью значений. Внутренняя энергия этих состояний и не зависит от пути перехода. А число степени свободы – это число независимых переменных, то есть координат, полностью определяющих положение системы в пространстве. В ряде задач молекулу атомного газа, вот первый рисунок, рассматривают как материальную точку, которая описывает три степени свободы поступательного движения. В классической механике молекула двухатомного газа в первом приближении рассматривается как совокупность двух материальных точек, жестко связанных с недеформируемой связью, то есть рисунок В. Эта система, кроме трех степеней свободы поступательного движения, имеет еще две степени свободы вращательного движения. Вращение вокруг третьей оси, то есть оси, проходящей через оба атома, лишено смысла. Таким образом, двухатомный газ обладает пятью степенями свободы. И равно пять. Трехатомное в рисунке В показано, и многоатомная нелинейной молекулы имеет шесть степеней свободы, при поступательных и три вращательных. Естественно, что жесткой связи между атомами не существует, поэтому для реальных молекул необходимо учитывать также степени свободы колебательного движения. Независимо от общего числа степеней свободы, молекулы в три степени свободы всегда поступательны. Ни одна из поступательных степеней свободы не имеет преимущества перед другими, поэтому на каждую из них приходится в среднем одинаковая энергия, равная одна треть значения ε0, то есть из восьми ε и равно ε0 на 3, и отсюда 1 вторая КТ. В классической статистической физике выводится закон Больфмана о равномерном распределении энергии по степеням свободы молекул. Для статистической системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия, на каждую поступательную и вращательную степени свободы приходится в среднем кинетическая энергия, равная КТ на 2, а на каждую колебательную степень свободы в среднем энергия, равная КТ. Колебательная степень обладает вдвоем большей энергии, потому что на нее приходится не только генетическая энергия, но и потенциальная. Причем средние значения генетической потенциальной энергии одинаковы. Средняя энергия молекулы ЭЦУ равняется И на 2 КТ, где И – это сумма числа поступательных, числа вращательных, в удвоенного числа колебательных степеней свободы молекулы, то есть И равно И поступательное плюс, и вращательное плюс 2, и колебательное. Средняя кинетическая энергия, приходящаяся на одну степень свободы движения центра масс, сложной частицы равна 1,2 КТ. Тем самым доказано, что на всей степени свободы в статистической системе приходится одна и та же энергия, равная 1,2 КТ. Это утверждение называется теоремой ААРС, равна распределении энергии по степеням свободы. В классической теории рассматривают молекулы с жесткой связью между атомами, а для них ААРС совпадает с числом степеней свободы молекулы. Вопросы для закрепления. Первый вопрос. В чем заключается молекулярно-кинетическое толкование термодинамической температуры? Второй вопрос. В чем содержание и какова цель вывода основного уравнения МКТ-казов? Третий вопрос. Почему колебательная степень свободы обладает твое больше энергии, чем поступательная и вращательная? Мы заканчиваем лекцию. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...